Здравствуйте, друзья! Вы на канале Kip.ru. Мы сегодня сравниваем. Сравниваем два интересных устройства. Один из супер-хитов последнего времени и вполне заслуженно. Xiaomi Mi Note 10 Lite против новичка Realme 7 Pro. И это сравнение очень интересное будет, потому что на бумаге по некоторым пунктам смартфоны очень близки, а по некоторым пунктам вроде как один лучше другого, а по факту все наоборот. Сейчас будем совсем подробно этим разбираться. Посмотрите, сколько эти смартфоны стоят по ссылкам под видео в нашем магазине. В том числе там есть и новички. Например, у нас еще у нас сравнение есть Realme 7 Pro и Poco X3 новичка. Но это совсем другой смартфон. Там IPS, то там OLED. Можете посмотреть отдельно. Но, конечно, если останутся вопросы или захотите дополнить это видео своим комментариями, своим каким-то мнением, то всех жду под этим видео. Собственно, давайте не будем особо засиживаться. Давайте коробочку мы подальше уберем и начнем с традиционного сравнения внешнего вида. И здесь, пожалуй, что однозначно я отдам победу именно компании Xiaomi, как ни странно. Но внешний вид у него действительно и симпатичнее, и материалы лучше. Здесь отправляется все просто. Сзади стекло. Рамка, хотя и пластиковая, но задник именно стеклянный. Горелый глаз пятого поколения, стекло из лицевой части, и оно причем изогнутое. Выглядит это эффектно. Выглядит это красиво. Насчет практичности вопрос, потому что, конечно, вот эти изгибы экрана, они традиционно, вот как вот Galaxy S6 Edge вышел с этими изогнутыми краями. Вот это все-таки, он бликует на краях. Вот эта скотина тоже до сих пор бликует в 2020 году. С этим ничего не поделать, но выглядит действительно это, вот ничего не скажу, мне нравится. Смартфон не огромный, в принципе, это касается Realme 7 Pro. По габаритам смартфона практически идентичны, разница в несколько миллиметров буквально. И хорошо ложатся в руку, они вытянутые такие продолговатые, спокойно помещаются в карманы. И оба смартфона комплектуются таким простенькими силиконовыми чехлами. То есть, в принципе, защита такая базовая у смартфонов уже есть. Тот же самый Realme 7 Pro, несмотря на использование пластиковой задней крышки, также пластиковая рамка, лицевая часть, экран не изогнутый. Это обычный плоский AMOLED дисплей. Знаю, что у Xiaomi это тоже AMOLED дисплей. И вот здесь, как бы, вопрос, большой вопрос, а что же лучше, плоский дисплей или изогнутый? Изогнутый выглядит, выглядит на самом деле. Он, конечно, эффектнее. Картинка вот эта, скругленная туда. Но по факту, если говорить особого такого, особой ценности, изогнутый дисплей не несет. По факту, используемого полезного пространства здесь меньше, чем в Realme. И еще один крайне важный нюанс внешнего вида, как мне кажется, это то, что в случае с Mino 10 Lite на лицевой стороне применяется уже несколько подустаревший тип выреза под селфи-камеру капелька. Это, конечно, не iPhone с вот этими огромными челками, вырезами. Здесь маленькая капелька, но, тем не менее, в Realme используется уже такой более современный и более аккуратный вырез под селфи-камера в уголке. Выглядит это в целом поинтереснее. Хотя по, вот, опять же, граням, скажем так, подбородок у Realme побольше. Выглядит это немножко более неаккуратно, чем у Xiaomi. При этом, в остальном, смартфоны во многом схожи. У Xiaomi еще имеется инфракрасный порт для пролинерной техникой. В остальном, оба смартфона имеют разъем под наушники 300 мм снизу, заряжается от USB Type-C. И, несмотря на использование задней крышки в виде стекла, у Xiaomi у него нет беспроводной зарядки, какой-нибудь реверсивный, просто обычная зарядка. И еще один важный нюанс. Я не знаю, это отнести все-таки к внешнему виду, но, наверное, нехорректно будет к внешнему виду только отправлять. Но в случае с Xiaomi Mi Note 10 Lite идет слот только на две сим-карты. Карты памяти Mi Note 10 Lite не поддерживает в принципе. При том, что самая дешевая версия Mi Note 10 Lite поддерживает только 64 гигабайта встроенной памяти. Свободно, причем из них где-то только гигабайт 50 будет. Таким образом, реальный вполне сценарий, когда в Mi Note 10 Lite вам может просто элементарно не хватить памяти. Обычной памяти под видео, под музыку, под фотографии и так далее. У Realme 7 Pro в базовой версии уже идет 128 гигабайт встроенной памяти, две сим-карты и еще дополнительно карты памяти. Жертвовать ничем не придется. То есть, в принципе, при необходимости хранить много информации, в случае с Realme уже получается у него дополнительный плюс. Еще один, конечно, важный нюанс. Это тоже можно отнести, пожалуй, что к и внешнему виду тоже. В случае с Mi Note 10 Lite снизу есть вызовной динамик. И он единственный, это единственный источник, который будет играть музыку при звонке, при прослушивании музыки или игре. В случае с Realme 7 Pro здесь есть стерео. Вызывной динамик и дополнительно ему помогает еще и голосовой динамик. Стерео, конечно, это здорово, где-то круче. Оба смартфона не защищены каким-то серьезным стандартом от воды. Вроде как от попаданий брызг защищен Realme 7 Pro. Но по факту, если говорить, то у Xiaomi тоже можно найти прорезиненные части, промазанные специальным клеем различные отверстия. То есть, в принципе, от отопления оба смартфона не защищены. Никакого стандарта IP68 здесь нет. Плавать со смартфоном нельзя. Но, допустим, от попаданий случайных капель каких-то на корпус смартфоны защищены оба. По дисплею здесь в основном можно сравнивать как раз плоский дисплей в Realme и изогнутый в Mi Note 10 Lite. По своей технической сути смартфоны имеют одинаковый дисплей. Это суперметр матрица. Диагональ причем примерно одинаковая, 6,4 дюйма. Чуть-чуть больше на бумаге, как уже сказал, в Mi Note 10 Lite. Но по факту используемого пространства у него даже получается меньше. Оба смартфона поддерживают и темную тему. Также и Xiaomi и Realme имеют в своем активе так называемый All-As-On-Display, когда на заблокированном дисплее отображается некая информация. То есть, в принципе, здесь по большинству показателей именно по AMOLED-дисплею против AMOLED-дисплея сравнивать особо нечего. Сравнивать надо, получается, изогнутый дисплей против прямого. И я могу сказать, что лично я бы однозначно отдал преимущество прямому дисплею. Это не так эффектно на первый взгляд, но в целом это как-то и более надежно, и больше информации сюда вылезает. И, кстати, оба смартфона имеют функцию DC-Dimming, то есть устранение мерцания при минимальной яркости. Поэтому за это можете не переживать, если вдруг наслышано про такую проблему, которую большинство людей не замечают. Что касается производительности, это тот яркий пример, когда не все то, что на бумаге написано, оказывается действительным в реальности. Дело в том, что Xiaomi минут 10 Lite имеет процессор Snapdragon 730G. И, ну, базовая версия, в том числе у меня в руках, в которой находится 6 гигабайт оперативной памяти. В случае с Realme 7 Pro, то модели поступают в Россию уже с 8 гигабайтами сразу оперативной памяти. То есть по умолчанию уже больше, чем Xiaomi, даже в базе. И процессор Snapdragon 720G. 720-й, а тут 730-й. И на бумаге большинство все такие, ну, наверное, 721, там цифр меньше, он, наверное, как бы хуже. Как бы не так, ребята. Тут, возможно, сказываются еще особенности прошивки, которые традиционно Xiaomi имеют некоторые нюансы. И любая прошивка практически, она подтормаживает немножко, процессор делает его медленнее. Я не знаю, в чем здесь дело, то ли как раз в этом, то ли в более медленной памяти, то ли еще в чем-то. Но Xiaomi Mi Note 10 Lite, несмотря на, вроде, более старший процессор, работает медленнее, чем Realme 7. Причем это здесь нельзя списать на разницу герцовки процессора или еще что-либо. И разница в 2 гигабайт оперативной памяти тоже подобный результат, подобную разницу дать просто элементарно не может. Смартфоны должны быть примерно одинаковые, но по факту получается, что вот Antutu Test это даже подтверждает, Realme 7 Pro быстрее. На самом деле это стоит учесть. Mi Note 10 Lite тоже работает хорошо, тоже работает шустро. Вопросов нету к нему, как к повседневному сценарию использования. Все работает быстро, хорошо, быстро все открывается, приложение грузится, игрушки можно играть на высоких настройках. Это касается и Mi Note 10 Lite, все равно где-то будет здесь 30-40 фпс даже на высоких настройках. В случае с Realme 7 Pro точно так же в игрушках на высоких настройках тоже будет 30-40 фпс. Но вот именно в повседневной жизни из этих двух смартфонов Realme 7 Pro чуть-чуть быстрее. И глазом при сравнении, вот если два телефона эти два положить, то это будет заметно. Что же касается аккумулятора, то в принципе оба смартфона здесь можно смело похвалить. Xiaomi Mi Note 10 Lite имеет батарейку на 5100 с чем-то там миллиампер, в то время как у Realme 7 Pro это 4500 миллиампер. И оба смартфона имеют AMOLED дисплей, оба смартфона имеют хорошие энергосберегающие процессоры Snapdragon. Оба смартфона действительно можно смело назвать долгожителями. Даже если их насиловать, все равно как минимум на одни сутки их должно хватить. Никакой повышенной герцовки, далеко не всем нужной здесь нету. Каких-нибудь 4К нету, все как бы сдержано, хороший экран, хороший процессор. В итоге смартфоны живут долго. Вот кто из них дольше, немножко за счет все-таки большей емкости батарейка, на больше чем 10%, емкость выше у Xiaomi, живет он немного дольше. Но в принципе это дает такое, что смартфоны в среднем живут где-то полтора дня и где-то на пару часов дольше еще проживет Xiaomi Mi Note 10 Lite. У Xiaomi Mi Note 10 Lite без остановки видео на максимальной яркости крутят 21 с небольшим час. В случае с Realme 7 Pro это примерно 19 с чем-то часов. То есть разница небольшая, но она присутствует. Но при этом есть следующий важный нюанс, который стоит учитывать. В случае с Xiaomi Mi Note 10 Lite в комплекте лежит комплектный зарядник, хороший, быстрый, на 30 Вт, который заряжает смартфон от 0 до 100%, там чуть более часа. В случае с Realme 7 Pro в комплекте не поскупились и положили одну из главных фишек, которые располагает компания OPPO и используется и в OnePlusах, дорогущих, новых, например, OnePlus 8T. А это положили в смартфон Realme 7 Pro зарядку на 65 Вт комплектную. Этот смартфон заряжает от 0 до 100% за полчаса при выключенном, при включенном авиарежиме и за 35-40 минут при включенных сим-картах и Wi-Fi и всем прочим. Действительно, по скорости зарядки Realme 7 Pro однозначно побеждает по времени работы, немножко побеждает минут 10 Lite, но по большому счету я бы, пожалуй, практически приравнял. Оба смартфона живут хорошо, но Realme еще и заряжаются крайне быстро, хотя и Xiaomi тоже это делает быстро, но Realme делает это быстрее. Что касается камеры, то смартфоны здесь по цифрам тоже очень похожи, но результаты на самом деле тоже. Селфи-камеры на 32 Мп располагают и Xiaomi, и Realme. Это обе очень хорошие себяшки, по ним же ведется разблокировка по лицу, к ним у него вопросов никаких нету. Есть портретный режим, есть размытие заднего плана, есть различные разглаживания лица, макияжа, увеличение зрачков легальным способом причем и все остальное. Хорошие селфи, больше никаких вопросов. Что касается основных камер, то в каждом смартфоне 4 модуля. Основной самый модуль это 64 Мп и в Xiaomi и в Realme, вспомогательная широкоугольная по 8 Мп также и в Xiaomi и в Realme. Датчик глубины, точнее камеры отслеживания глубины для портретных снимков, размытие заднего вот этого всего у Xiaomi это 5 Мп, у Realme 2 и макрокамера в каждом смартфоне также по 2 Мп. В принципе, по поводу дополнительных камер, кроме основной, могу сказать сразу, они в принципе одинаковые, даже несмотря на то, что модуль для портретных снимков у Minol 10 Lite на 5 Мп, на лице не велика. Что же касается основных камер, то в 64 Мп и в Xiaomi и в Realme, могу сказать, что в принципе, на самом деле если не углубляться со всеми же детали, то смартфон опять же примерно фотографирует и снимает видео плюс-минус одинаково. Но в принципе, качество снимков действительно вот днем вообще сложно глядеть, понять, где кто снимает лучше. То в Xiaomi обострется, то в Realme обострется, поэтому плюс-минус одинаково. В вечернее время в авторежиме мне однозначно больше понравилось все-таки, как снимают Realme, меньше смазов, немножко лучше детализация, лучше цветопередача и ночной режим, конечно, в Xiaomi вытаскивает, но в Realme как бы он тоже есть, там уже снимки вот прям нос в ноздрю дышат. То есть большинство сценариев, на самом деле, вот просто взять смартфон, открыть камеру и сфотографировать, Realme чуть-чуть будет получше, но это прям вот опять же тоже на тоненького разница. Это вот факт. По части видео тоже, в принципе, смартфоны снимают одинаково, максимум это 4К 30 кадров в секунду. Единственное, что у Realme есть режим суперстабилизации видео, снимает только Full HD 30 кадров в секунду. Даже можно попрыгать, попробовать и будет это все здорово работать. Пожалуйста, собственно, можете поиграться. В остальном, на самом деле, по качеству видео, пожалуй, между смартфонами смело можно поставить знак равенства. По части использования различных коммуникаций здесь, опять же, с смартфонов плюс-минус паритет. Оба смартфона поддерживают работу с двумя сим-картами. Есть NFC, все хорошо с GPS. У обоих смартфонов идеально просто. Wi-Fi 5 Гц, 2,4 Гц, да. Ну и что касается прошивки, здесь уже можно пики ломать, потому что здесь сравнивать особо, ну, сложно. На самом деле, действительно сложно. Это каждому свое. Оба смартфона работают на Android 10 версии, Xiaomi сейчас работает на MIUI 12 версии. И Realme на собственной оболочке это Realme UI 1 версии, которая скоро, как вроде, обновится до 2 версии. Функционал оболочек, в принципе, основной. Он схож. Темные темы, управление жестами, дублирование приложений, безопасность, блокировка подпечатка пальцев в экране у обоих смартфонов. Кстати, работает, в принципе, одинаково по скорости нормально. Есть блокировка по лицу, есть дополнительно защищенные папки, есть, возьму, он скачивает другие темы. Но вот это важный нюанс в предварительности, я про это говорил. Во-первых, Xiaomi работает медленнее, видимо, очевидно, за счет прошивки. Об этом уже говорил и нам, и Antutu, то есть UX, внешний интерфейс, работает несколько медленнее. И как раз вот это заметно, учитывая, что процессора, в принципе, одинаковые мощности плюс-минус. Учитывая, что оперативная память одинаковая, в принципе, чуть-чуть больше у Realme, но это не может давать такую большую разницу. Но прошивка именно вот немножко быстрее работает на Realme. И то же самое касается, это вот уже, ну, можно отнести к личному. Поэтому я не люблю, когда мне лезут прошивки со всякими своими вот этими предложениями, делами. Xiaomi это просто какой-то, ребят, потому что он прям, вот этот GetApps, который тоже магазин приложений свой. Потом какая-то еще шляпа откуда-то лезет. Потом просто ставишь какое-то приложение из АПК. При установке тоже на значке светится реклама. Да, я в курсе, что ее вроде где-то как-то можно отключить, но мое желание просто при покупке смартфона Xiaomi, любого, снести, поставить чистый Android, чтобы он работал быстро и мне ничего не лезло. Это вот мое просто желание. Но при этом важно многим людям, своим знакомым, племянник у меня ходит Xiaomi, его мама ходит Xiaomi, по моему совету, конечно же, потом друзья тоже несколько человек ходят. То есть я признаю, что штука неплохая, но прошивка вот лично мне, вот сугубо имхо, мне она не заходит капитально. Давайте итог с вами подведем по данным двум смартфонам. На самом деле, Realme 7 Pro лучше. Realme 7 Pro лучше практически всеми показателями. Немножко лучше камерой, немножко, но лучше камерой, лучше скоростью зарядки. У него не плоский дисплей, что делает изображение более качественным, он легче. Хотя вот он не стеклянный, это как бы можно сказать, да, то есть он пластиковый. Ну и плюс ко всему, здесь больше встроенной по умолчанию оперативной памяти, больше встроенной сразу памяти, еще можно поставить карту памяти. И в завершение ко всему, это еще может стоить дешевле, чем Mi Note 10 Lite. На самом деле, для меня лично выбор очевиден из этих двух конкретных смартфонов, и все достаточно просто. Mi Note 10 Lite все равно хороший телефон, но вот при сравнении из этих двух телефонов, я бы, пожалуй, все-таки порекомендовал, несмотря на пластиковый корпус, это объективно основной минус, единственный, который можно найти у Realme 7 Pro по отношению к Xiaomi Mi Note 10 Lite. Ну а дальше, конечно, решать вам, думайте сами, решайте сами. Посмотрите, сколько эти смартфоны стоят, сколько их конкуренты стоят по ссылкам под видео. Если с чем-то не согласны или хотите дополнить обзор, то все жду в комментариях под этим видео. Подписываемся, ставим лайк, прощаемся. С вами был Андрей, тып.ру, пока. Субтитры сделал DimaTorzok